Добрый день, участники нашего вебинара. Мы сейчас с вами начнем. И перед тем, как мы с вами начнем, давайте вы мне напишите, есть ли звук, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно и видно ли мою презентацию на экране. Ага, кто-то пишет плюсики, кто-то звук есть, все видно. Звук есть, спасибо. Все, спасибо большое всем участникам. Спасибо, я поняла. Звук есть, видео есть, картинка тоже есть. Итак, давайте для начала познакомимся. Меня зовут Леонова Оксана. Сегодня я буду проводить наш вебинар. За кадром вместе со мной сегодня моя коллега Кузьминская Анастасия. Она будет отвечать на вопросы в чате, будет помогать мне модерировать сегодняшний вебинар, будет отправлять вам какие-то ссылки, отвечать на какие-то вопросы и, в принципе, помогать мне сегодня. Наш сегодняшний вебинар будет посвящен обновлениям в Диадоке и давайте сразу немножечко по регламенту. Я попрошу вас вопросы задавать в чате на вкладке «Вопросы», а какой-то общей информацией обмениваться на вкладочке «Общие», для того, чтобы нам было удобнее отвечать на ваши вопросы. Сегодня я буду рассказывать про функциональность в Диадоке, которая появилась относительно недавно, то есть про те обновления, которые прошли в последнее время. И поэтому вопросы по стоимости и доступности того или иной функциональности, сразу скажу, что мы осветим их обязательно, поэтому сейчас лучше вопросы об этом не пишите. Что касается самого вебинара записи, то все по стандартной схеме. Запись будет выложена и на сайте, и отправлена всем участникам. Запись будет, поэтому если вы что-то сегодня пропустили, не успели, не услышали, не прочитали, то, конечно, вы сможете все это посмотреть в записи. Если у вас останутся какие-то вопросы после вебинара, и мы не успеем их осветить сегодня в рамках нашего часа запланированного, то в конце я вам дам адрес своей электронной почты, вы тоже сможете отправлять нам свои вопросы. Ну что, давайте начинать. Мы уже несколько месяцев проводим цикл вебинаров, посвященный теме «Идо – это просто». И сегодня, как я уже несколько раз сказала, мы будем говорить про обновления в Диадоке, которые появились в последнее время и которые значительно упростят вашу работу. Я постараюсь сегодня достаточно быстро и кратко рассказывать про эти обновления, и очень надеюсь, что мы с вами на самом деле уложимся не больше, чем в 40 минут. Подскажите, пожалуйста, есть ли среди нас участники, на вкладочке «Вопросы» можете эту информацию, плюсики поставить, есть ли среди нас те, кто еще ни разу не пользовался Диадоком? То есть те, у кого электронного документа оборота, в принципе, ничего нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если таковые среди нас имеются. Есть у нас такие участники. Ага, хорошо, спасибо большое. Но среди нас таких немного. Поэтому для тех, кто еще не пользовался Диадоком, я буду достаточно широко раскрывать информацию о функциональности, которая была дополнена, то есть рассказывать не только про обновление, но и про ту функциональность, в которую это обновление было добавлено. Итак, давайте начнем. Будем мы сегодня двигаться по следующему плану. Сначала я расскажу про функциональность отзыва непринятых приглашений. Вспомним с вами, что такое приглашение к электронному документу обороту, зачем оно нужно, зачем отзывать приглашение, зачем мы эту функциональность включили, и, собственно, как этим пользоваться. Далее расскажу про поиск документов по дате. Поиск документов, фильтр документов в системе у нас существует уже достаточно давно, но появились некоторые изменения, о которых мы сегодня узнаем. Мы поговорим буквально в паре слов о счетах-фактурах, про исправление счетов-фактур, и про статусы исправленных счетов-фактур, здесь тоже произошли изменения. Про выгрузку списка сотрудников, про поиск контрагентов в чате, поговорим о закрытых пакетах документов, как с ними работать, зачем и кому они могут пригодиться, и про маршруты согласования, тоже, что это за функциональность, кому она может пригодиться, как ей пользоваться, как ее включить и сколько это стоит. И, конечно же, в конце вебинара сегодня я расскажу об акции, которую мы придумали специально для участников сегодняшнего вебинара. Поэтому те, кто прослушивает наш вебинар до конца и заинтересует акция, пожалуйста, пишите. Итак, начинаем мы с вами с приглашений к электронному документу обороту. Ага, и вот я вижу уже первый вопрос в чате, когда через ДО можно обмениваться будет УПД. Ну, раз уж я еще не успела рассказывать про приглашение к электронному документу обороту, сразу отвечу на первый вопрос. Универсальным передаточным документом можно обмениваться уже сейчас через Диадок для тех, кто работает через интеграционные решения, это уже доступно. Сегодня я подробно не буду рассказывать про неуниверсальный передаточный документ, потому что сегодняшний вебинар посвящен другой теме, но вы можете написать нам либо на диадок собачка-контур.ру, либо на мою электронную почту, я ее в конце вебинара покажу на слайде, и я вам подробнее расскажу про УПД и отвечу на все ваши вопросы. Но сейчас у нас уже эта функциональность есть, поэтому пишите. Итак, вспомним, для чего нужны вообще приглашения к электронному документу обороту. Ну, начнем с того, что в соответствии с налоговым кодексом обмениваться счетами-фактурами в электронном виде мы можем только при взаимном согласии сторон сделки. Как взаимное согласие сторон должно быть оформлено, не уточняется. Поэтому мы с вами можем договориться устно, письменно или при соблюдении каких-то конклюдентных действий. И в данном случае приглашение, отправка и приемка приглашений через диадок – это и есть выражение согласия на электронный документ оборот. Начинать обмениваться технически электронными документами мы можем только после того, как наш контрагент принял наше приглашение, либо после того, как мы приняли приглашение контрагента. То есть после того, как у нас на странице контрагенты появились информации о наших организациях, с которыми мы хотим обмениваться электронными документами. Вот давайте посмотрим, где находится в диадоке страница контрагенты, где отправляются приглашения. Тем, кто уже пользуется этой функциональностью, они и так знают. Для новеньких, пожалуйста, обратите внимание, в диадоке в левом меню вторая кнопочка – контрагенты. Вот на странице контрагенты мы раньше могли отправлять приглашение, принимать, блокировать, искать организации, проверять, кто уже работает в диадоке. И вот сейчас мы уже можем еще отклонять наши приглашения. Зачем отзывать те приглашения, которые мы когда-то уже отправили? Ну, тут сценарии могут быть различные. На страничке приглашений в диадоке, на странице «Приглашают вас» все приглашения расположены в хронологическом порядке. То есть то приглашение, которое пришло последним, расположено в самом верху. Поэтому если вы хотите поднять свое приглашение в списке контрагента, то вы можете отозвать его и отправить повторно, тогда оно будет у контрагента в самом верху. Второй сценарий, при котором может потребоваться отзыв приглашений, это если вы вложили какой-то файл в приглашение, какое-то доп. соглашение или информационное письмо, которое на сегодняшний день уже не актуально, но контрагент еще это приглашение не принял. Вы можете спокойненько отозвать приглашение, актуализировать информацию в нем, добавить новый файл и отправить приглашение повторно. Еще один достаточно распространенный сценарий, это когда организации при переходе на электронный документ оборот подписывают с контрагентами бумажные дополнительные соглашения. Необходимости именно в бумажных доп. соглашениях, как мы с вами знаем, нет. Любые доп. соглашения к договору можно заключать и в электронном виде. Такую возможность дает нам и Гражданский кодекс, и 63-й федеральный закон об электронной подписи. Поэтому в совокупности вот эта законодательная база позволяет нам с вами и договоры, и доп. соглашения к договорам заключать в электронном виде. Поэтому если изначально мы разослали нашим контрагентам приглашение к электронному документу обороту и доп. соглашения подписывали на бумаге, а впоследствии мы поменяли тактику и перешли на электронное доп. соглашение, то мы можем отозвать все приглашения, прикрепить электронные допники к приглашениям новым и отправить их повторно. Ну и еще один из сценариев, это может быть, если вы отправили когда-то приглашение, и в то время, пока контрагент приглашение ваше еще не принял, прошел какой-то промежуток времени, договор с этим контрагентом у вас уже истек, и вам необходимо просто отозвать это приглашение для того, чтобы оно не болталось в списке отправленных. Собственно, как отзывать приглашение? Вот для того, чтобы отозвать одно конкретное приглашение, которое вы отправляли в адрес определенного контрагента, вам необходимо зайти в карточку этой организации, вот у меня на экране продемонстрирована, как выглядит карточка организации, и нажать кнопочку «Отозвать приглашение». Тоже здесь все прозрачно, все понятно. На страничке «Ожидает ответ» появилась новая кнопочка «Отозвать приглашение». Мы на нее нажимаем, появляется выпадающий список, где мы можем назвать кнопку «Отозвать все приглашения». И тогда с этой страницы все приглашения, которые были отправлены, массово отзовутся, и мы сможем отправить их повторно. Вот функциональность отзыва в приглашении добавлена в веб-версию, в стандартный диадок, это стандартная функциональность, появилась она у всех, поэтому если появилась у вас такая необходимость, можно заходить и этим пользоваться. Так, вот я вижу вопрос от Галины Николаевны. Можно ли как-то узнать активность контрагента, который еще не принял приглашение в диадоке? То есть, когда он был в диадоке последний раз. Так, когда в диадоке был последний раз? Можно посмотреть по сообщениям в чате, когда сотрудник последний раз заходил в диадоке, но в чате отображается информация только по тем сотрудникам, которых контрагент согласен показывать в чате. Поэтому здесь тоже информация не стопроцентная. Посмотреть информацию о том, в последний раз, когда он отправлял или получал какие-то документы, конечно же, нельзя. Но вы всегда можете воспользоваться поиском контрагентов. Вот на этой же странице контрагенты. Загрузить список ИНН ваших контрагентов и просто посмотреть по светофору теми, кто подключен, кто пользуется диадоком и теми, кто не пользуется. Если же интересует активность по конкретным организациям, именно вот как часто пользуются диадоком, ну, тут, конечно, эту информацию не получить. Но я думаю, что можно узнать через вашего менеджера, через нашу службу активации, насколько контрагент тот или иной. Но это тоже только точечно. Массово, конечно, такую информацию получить обо всех контрагентах нельзя. Вот еще один сценарий, при котором пользуются функции переотправки приглашений. Получать информацию о полученных приглашениях можно разными способами. Можно подписаться на получение уведомлений о новых приглашениях. Можно поставить себе контрагент. Это локальная программа, которая показывает всплывающие сообщения на экране монитора каждый раз, когда у вас появляется приглашение от контрагента. Допустим, вы когда-то разослали приглашение, ваши контрагенты какие-то на них не отреагировали, прошло, допустим, несколько месяцев, и есть вероятность, что за это время ваши контрагенты настроили себе получение уведомлений. Поэтому мы можем перевыслать приглашение, и контрагент, уже получив уведомление, примет ваше приглашение. Есть пояснение от Галины Николаевны на ее вопрос. Просто контрагент говорит, что не пользуется диадоком, хотя в диадоке у него статус работает в диадоке. Ну, давайте мы можем разобраться с этой ситуацией подробнее. Давайте тогда после вебинара вы нам можете предоставить информацию по контрагенту. Мы посмотрим, почему появляется такое сообщение. Вообще информация работает в диадоке, появляется только о тех организациях, которые реально принимают приглашение, и которые реально обмениваются документами. Поэтому, возможно, данный контрагент и пользовался диадоком, но потом просто перестал. Либо он не знает о том, что другие его сотрудники пользовались диадоком. Поэтому давайте точечно в этой ситуации разберемся. После вебинара напишите, пожалуйста, мне. Мы с вами посмотрим, почему в такой-то организации появляется такая информация. От Владимира вопрос. Нужны ли клиенту, которого пригласили, электронные подписи, если у него есть КЭП другого оператора? Можно ли ему участвовать в до-диадок? Давайте разделим ваш вопрос на две части. Первая часть. Нужны ли клиенту, которого пригласили, электронные подписи? Здесь все зависит от того, что будет делать ваш контрагент. Будет ли он получать односторонние документы от вас, или будет он получать двусторонние. Если он будет получать двусторонние документы и что-то подписывать со своей стороны, то, конечно, электронная подпись ему нужна. Если он будет просто получать какие-то, допустим, только счета от вас, а это односторонний документ, то, конечно, ему не нужны КЭПы. А вторая часть вопроса – можно ли пользоваться КЭПом другого оператора? Ну, давайте для начала разнесем понятие оператор и удостоверяющий центр. Электронные подписи выдают не операторы, электронные подписи выдают удостоверяющие центры. И в диадоке можно работать с любым КЭПом, выданным любым абсолютно удостоверяющим центром. Не обязательно нужно получать электронную подпись в СКБ-контуре. Вы можете получить в любом другом удостоверяющем центре КЭП и работать в диадоке, пожалуйста, с этим КЭПом. Главное, чтобы это был именно КЭП – квалифицированная электронная подпись. Принимать приглашения, в которых нет вложенных файлов, которые нужно подписать, могут и те пользователи, у которых КЭПов в принципе нет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, необязательно иметь КЭП. И если все-таки КЭП нужен, то он может быть выдан любым удостоверяющим центром. Пожалуйста, заходите с чужими КЭПами и работайте. Переходим к следующему вопросу. Это поиск документов по дате. В системе диадок есть замечательный фильтр документов, который расположен на вкладке и входящих документов, и исходящих. Но, понятно, я не буду рассказывать сценарии, при которых может понадобиться воспользоваться нашим фильтром документов. Но вот на экране у меня есть информация о том, как выглядит этот фильтр. И, собственно, обновление состоит в результате поиска, если мы воспользовались поиском именно по дате. Вот обратите внимание, в левой части фильтра мы с вами фильтруем информацию по контрагенту, по типу документа, по статусу документа и по местоположению, то есть в каком подразделении находится этот документ. В правой части мы можем указывать дату, которая нас интересует. Ну и здесь четыре варианта. Мы можем по дате получения, можем по дате в документе. Вот обратите внимание, что поиск по дате в документе работает только для формализованных документов. Почему? Потому что если вы отправляете какие-то PDF-файлы, в которых дата может быть написана как угодно, где угодно, конечно, мы эту информацию не вычитываем. По дате тарификации есть поиск и по дате изменения статуса. Опять же, фильтрация по датам тоже, посмотрите, есть разная. Можно указать одну конкретную дату, можно указать месяц, квартал, можно год, можно указать вообще произвольный интервал, допустим, в течение каких-то двух недель и так далее. Этот поиск у нас есть уже достаточно давно и, собственно, результатами поиска, результатами фильтрации является вот такой вот список из документов. И нововведение состоит в том, что в правой части экрана, там, где мы видим дату, в стандартном режиме показывается дата получения документа. Вот именно дата получения. Но сейчас, после обновления, здесь появляется та дата, по которой мы с вами произвели фильтрацию. То есть, если мы в системе Диадок в фильтре ввели, что мы ищем документы, у которых дата документа самого, допустим, 1 января 2016 года, то в результатах поиска мы на странице документов, вот в правой части, где дата, увидим именно дату, вытянутую непосредственно из самого документа. Можно ли вопрос, можно ли найти документ по номеру? Да, как правильно заметили, непосредственно в фильтре документов нет информации по номеру, но у нас помимо фильтра существует общий поиск, строка поиска в Диадоке, в самом верху страницы любой, есть поисковая строка, можно ввести туда номер документа, и у вас появятся все документы, в которых есть этот номер, тоже в хронологическом порядке, и тоже будут разбиты там на две странички, входящие и исходящие. Еще раз информация о том, что поиск по дате получения, поиск по дате тарификации, поиск по дате изменения статуса работает для всех документов, поиск по дате в документе работает только для формализованных документов, то есть это те документы, которые переданы в соответствии с установленными Федеральной Налоговой Службой форматами. Напомню, что у нас форматы утверждены для счетов фактор, для торг-12 и для актов. Есть вопрос, давайте посмотрим, почему скрывается ответственное за ИДО лицо контрагента до принятия им приглашения. Иногда требуется непосредственно инициировать контрагента к ИДО. Почему скрывается информация? Ну, на самом деле, эта информация показывается в том случае, когда контрагенты действительно уже согласились работать друг с другом в электронном документообороте. Получается, что если ваш контрагент не хочет переходить на ИДО и отклонит приглашение, соответственно, вам эти контакты могут и в принципе не понадобиться. Если у вас есть другие сценарии работы, при которых вам нужна эта информация, тоже давайте будем с этим разбираться. Если вы расскажете, зачем вам эта контактная информация до того, как контрагент принял приглашение, и напишите тоже мне на почту после вебинара, мы поработаем над этим, подумаем и, возможно, поменяем режим работы с этой информацией. От Олега Викторовича вопрос. Добрый день. Можно рассмотреть возможность установки фильтра по группе статусов. Например, выбрать все документы со статусами в группе требуется обработка. Да, такое возможно. Давайте вернемся еще раз на страницу фильтрации. Действительно, вы можете выбрать на странице фильтра статус документа. У меня, к сожалению, на экране скриншот. Прямо сейчас зайти в систему и показать, как это выглядит, я не могу. Но вы можете зайти у себя в диадок, открыть вот эту вкладочку статуса документа, и здесь выпадет, выпадающий список появится и статус. Я не помню, как точно он называется, но отфильтровать документы, которые вам нужно обработать, да, вы здесь можете. Вы можете даже выбрать более конкретно какой-то тип документа и статус его, и они у вас отфильтруются, и вы можете на страничке входящих или исходящих документов прямо массово подписать или массово согласовать, то есть массово обработать несколько документов. Сергей спрашивает, роуминг с системой TENSORSBIS есть? У нас подписано роуминговое соглашение с TENSORSBIS. Посмотрите, пожалуйста, сегодня мы не планировали освещать вопросы роуминга. У нас на сайте есть информация об этом, это тема отдельного вебинара, поэтому останавливаться на этом не хочется. Но ответ да, есть. Так, почему не выгружается акт об оказании услуг? Пришлось в редакторе набивать акт. Поясните, пожалуйста, ваш вопрос, не совсем понимаю, что значит не выгружается. Можно зайти на страничку любого документа, его скачать, можно распечатать. Не совсем понимаю, в чем ваш вопрос, поэтому, пожалуйста, поясните. Дмитрий пишет, сотрудник подготовил документ, написал к документу комментарий и отправил его на подпись. Так вот, сотрудник, который должен подписать документ, не видит комментарий до тех пор, пока не подпишет документ, хотя это неудобно. Комментарий к документу и сотрудник, который должен подписать, не видит этот комментарий. Поняла ваш вопрос, и, честно говоря, я не затрудняюсь ответить, не знаю, почему этот комментарий не виден. Давайте, опять же, на конкретных примерах после вебинара будем с вами точечно разбираться. И, в моем понимании, комментарий, конечно, должен быть виден. Поехали дальше. Следующая информация – это обновление, касающееся статуса счетов фактур при исправлении. Ну, давайте вспомним, во-первых, как появляются исправления и корректировки счетов фактур в диадоке. Ну, и начнем мы с вами с того, в каких вообще случаях требуются корректировочные и исправленные счета фактуры. В двух. Первый случай – это если произошло какое-то изменение стоимости по выставленному счету фактуре, или произошло изменение количества поставки, либо оказанной услуги. И второе – это когда допущена какая-то ошибка в первом документе. То есть технически какая-то ошибка. Мы ошиблись в номере, ошиблись в реквизитах контрагента или, не знаю, в артикулах и так далее. Поэтому, если контрагент, покупатель заметил ошибку в документе, он может запросить уточнение. У меня вот на экране представлены скриншоты, как просто запросить уточнение. Со страницы документа нажимаем кнопочку, указываем причину, по которой необходимо уточнить данный документ. И на странице документа оборота мы видим всю информацию. Мы видим о том, по какому документу документ оборот завершен, по какому документу документ откорректирован, где мы получили исправленный счет фактуры, а в каком случае мы еще не получили ничего. И вот видим статус «Просто требуется уточнение». Так вот, обновление, которое произошло совершенно недавно, состоит в том, что ранее, если от покупателя поступал запрос на уточнение, и мы загружали в систему «Исправленный счет фактуру», то уже показывался статус у продавца. Давайте посмотрим у покупателя. Статус показывался «Исправлен». «Исправлен», несмотря на то, что документ еще фактически не был отправлен, а только загружен в систему. Сейчас статус «Исправлен» появляется только в том случае, когда мы уже загрузили и реально отправили исправленный счет фактуры. До тех пор, пока он загружен, но еще не отправлен со стороны продавца, у покупателя по-прежнему отображается статус «Требуется уточнение». В этом состоит обновление. Так, я вижу вопрос. Расскажите о том, как выгружать в 1С документы. Пожалуйста, слушайте обратная процедура. К сожалению, на сегодняшнем вебинаре я не буду освещать вопросы о 1С. По 1С у нас… Спасибо большое коллеге, которые мне помогают. Вот вам дают ссылку на то, как посмотреть, как работать в модуле 1С. И еще скажу, что у нас отдельно мы устраиваем вебинары по 1С. У нас в частности уже был один или два таких вебинара. Я попрошу Анастасию скинуть сейчас ссылку на архив наших вебинаров. Где можно посмотреть вебинар, в частности, по 1С. Вопрос от Александра Анатольевича. Через модуль «Диадок» подгружается торг-12 и счет фактура. Счет фактура, не оказание услуг, акт на оказание услуг не выгружается. Почему в редакторе акт на ветручную, правитель и контрагент? Опять же, здесь вопрос по модулю тоже. Давайте либо через техподдержку, либо напишите мне после вебинара, будем разбираться. Спасибо, буду изучать. Ага, хорошо, пожалуйста. Ну и следите за новостями, вебинары по 1С тоже устраиваем. Подключайтесь, будем рассказывать, отвечать на все ваши вопросы. Если у вас есть какие-то пожелания по темам следующих вебинаров, тоже можете мне присылать. Будем готовить для вас интересующую информацию. Следующее обновление, которое появилось не так давно, обновление, связанное с выгрузкой списка сотрудников. Ну, давайте для начала посмотрим, вспомним, как выглядит настройка сотрудников в «Диадоке». Напомню, что настройка сотрудников «Добавление, удаление, редактирование» доступна только для администраторов учетной записи. Поэтому, если вы являетесь таковым, вы сможете перейти на эту страничку и посмотреть эту информацию. Если вы администратором не являетесь, то вы не сможете ни отредактировать, ни скачать список. То есть, с этой информацией работать могут только администраторы. Ну и давайте посмотрим. На странице сотрудников мы видим список всех сотрудников и список тех подразделений, в которых сотрудники работают. Сейчас мы можем в любой момент скачать список сотрудников. Ранее мы в списке сотрудников видели скачанную только ту информацию, которая показана сейчас у меня на экране, за исключением выделенной. То есть, в списке сотрудников раньше показывался всегда им идентификатор пользователя, его FIO, должность, логин, является ли он администратором, и какими правами в системе он обладает. Сейчас же мы видим еще и информацию о том, активирован логин пользователя или не активирован. Поэтому мы можем видеть тех, кто уже реально активировал свою учетную запись, кто заходит в диадок, кто работает, и тех, для кого карточка сотрудника была создана, но тех сотрудников, которые еще в систему не заходили. То есть, всю информацию из выгруженного списка сотрудников мы можем видеть, можем работать с этой информацией. А теперь давайте важную информацию вам сообщу о том, зачем вообще выгружать списки сотрудников, как с ними работать, и нужно ли вообще это делать. Вот если у вас сотрудников 1, 2, 3, 4, ну, то есть, такое количество, которое вы можете визуально зайти в диадок и просмотреть, то, конечно, выгружать список вам, возможно, не имеет смысла. Если вы знаете, что у вас маленькое, небольшое количество сотрудников, можете легко просмотреть информацию по каждому из них и всегда знаете, кто из них сейчас у вас работает в организации, кто нет, то, конечно, со списком работать удобно и в самой системе. Если же список сотрудников достигает таких размеров, что его не видно ни на экране, ни тяжело по нему актуализировать информацию в диадоке, то вы можете выгрузить Excel-файл и посмотреть, актуальны ли у сотрудников должности, актуальны ли полномочия у сотрудников. Очень важно. Если сотрудник уволился, обязательно необходимо удалить его из списка сотрудников. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что вы при увольнении сотрудника можете забирать у сотрудника электронную подпись, можете отзывать действия электронной подписи через удостоверяющий центр, доступ по логину и паролю у сотрудников все равно будет оставаться до тех пор, пока вы не удалите сотрудника из списка сотрудников. Поэтому, если у вас очень много пользователей работает в одном ящике, пожалуйста, всегда скачивайте периодически списки, актуализируйте информацию, особенно если у вас работает несколько администраторов учетной записи и несколько человек модерирует списки сотрудников, обязательно проверяйте, актуализируйте эту информацию. И следите очень внимательно за полномочиями сотрудников. То есть, если у вас, у сотрудника выдан сертификат квалифицированной электронной подписи для подписания, к примеру, только отчетности налоговой, но у этого сотрудника есть доступ в систему Диадок, то проверяйте, чтобы у него не было полномочия на подписание документов, если он таковыми не обладает, то есть у него нет недоверенности, никакие приказы, ему на это полномочия не давали. Поэтому всегда проверяйте актуальность данных сотрудников. Возможно ли привязать сотрудника к нескольким подразделениям, спрашивает Олег. Да, сотрудника привязать к нескольким подразделениям можно. К сожалению, у меня нет здесь скриншота. Но вот на этой странице, если вы администратор, Олег, вы можете зайти на страничку сотрудников, открыть карточку сотрудника, кликнув по фамилии, и в редакторе прав сотрудника можете указать доступ, к каким подразделениям будет иметь сотрудник. И там есть четыре варианта. Доступ ко всем подразделениям организации, доступ к своему и дочерним подразделениям, доступ только к своему подразделениям, и доступ к рандомно выбранным подразделениям. То есть если у вас 10 подразделений, можете дать ему доступ в 5 любых, в 6, в 7 и так далее. Как настроить права на подписание определенных документов? Спрашивает Кирилл Васильевич. Вот такой функциональности сейчас в Диадоке нет. Сейчас мы можем дать права сотруднику на подписание только документов от определенных контрагентов, только документов в определенном подразделении. Поэтому на подписание документов конкретного типа у нас такой функциональности сейчас нет. Но реализовать это можно следующим образом. Вы можете создать несколько подразделений и фильтровать документы на уровне подразделений. То есть документы определенного типа раскладывать в определенные подразделения и дать конкретному сотруднику доступ только в то подразделение, где будут лежать именно его документы. И будет он, собственно, подписывать у вас только те документы, которые вы ему дадите. Здесь можно организовать работу таким образом. Так, еще вопрос. Как настроить уведомления на один электронный адрес по разным организациям? На один электронный адрес. Уведомления настраиваются локально для каждого пользователя. И если у вас пользователь имеет доступ только в один ящик, то вы можете получать только по этому ящику уведомления. Если у вас пользователь имеет доступ в разные ящики, то только в таком случае вы можете настроить уведомления для этого пользователя на получение разных ящиков. Поэтому здесь важно понимать, есть ли у вас доступ в несколько организаций у одного пользователя. Если есть, то настроить получится. Вот так вот выглядит информация о правах сотрудника. Доступ есть. Я вижу ваш ответ. Ну, давайте тогда у нас время очень быстро летит, информации еще очень много. Давайте тогда мы с вами... У нас есть, я вижу в чате представители техподдержки, которые очень квалифицированы в этих вопросах. Вы можете либо в техподдержку обратиться, либо давайте тоже после вебинара ко мне обращайтесь. Я вам помогу настроить доступ, либо же тоже через техподдержку мы с вами вместе это сделаем. Я видела, что мой адрес электронной почты писали, поэтому, да, пожалуйста, можете написать мне лично на почту. Я тут пролистнула случайно слишком далеко назад. Давайте вернемся к нашему вебинару. Я показывала вам права сотрудника в персональных настройках. Вы можете зайти, если вы не являетесь администратором, можете зайти в системе в персональные настройки и увидеть свои права, которые у вас есть в той или иной организации. То есть вы видите свою должность, свое подразделение, доступ к каким документам вы имеете и доступные действия, которые у вас есть в этом ящике. Для того, чтобы изменить эти данные, вам нужно обращаться к администратору учетной записи. Переходим к следующему обновлению. Чат с контрагентами. В системе Диадок есть чат. Попасть в него можно по ссылке сообщения в Диадоке, в левом меню на главной страничке Диадока. Сразу скажу, что чат – это не юридически значимый документ, а в оборот – это просто обмен информацией, обмен информационными сообщениями, с вашими контрагентами, как выглядит чат. В чате мы видим всех наших контрагентов, видим всех сотрудников контрагента, которых контрагент разрешил показывать в чате, и, собственно, с ними можем начинать диалог и вести обмен какой-то информацией. До недавнего времени в чате можно было искать сотрудников по имени, по должности, по названию компании, по ИНН, и обновление состоит в том, что сейчас мы с вами можем искать организации по паре ИНН-КПП. Это удобно в тех случаях, если в вашей организации есть контрагенты, у которых есть филиальная структура, есть обособленные подразделения, которые тоже работают в Диадоке, в отдельных ящиках, и если таковых слишком много, то вы можете по паре ИНН-КПП находить своих контрагентов в чате. Вот такое небольшое обновление. Переходим к следующему. Следующая информация по работе с пакетами документов. Как вы знаете, в Диадоке можно отправлять пакеты документов. Вы можете загрузить несколько документов, связать их в один пакет и отправить контрагенту одним пакетом. Можно добавлять документы в отправленные пакеты, можно убирать документы, то есть можно работать с пакетом в целом через массовые действия, можно работать с каждым документом в пакете отдельно. И не так давно у нас появились в Диадоке закрытые пакеты. В чем особенность закрытых пакетов? Особенность закрытого пакета состоит в том, что пакет можно обработать только целиком. Если вам приходит пакет из четырех документов, каждый из которых нужно подписать, то вы можете либо все их подписать, либо все их аннулировать. Обработать по одному документу из пакета невозможно. По отдельности каждый документ вы можете только либо скачать, либо распечатать. Добавлять документы в закрытые пакеты нельзя, поэтому если какого-то документа в пакете не хватает, его можно отправить либо отдельной отправкой, либо отправить вновь этот пакет. Отправить закрытый пакет можно только через интеграцию, а обработать закрытый пакет можно как веб-версии Диадока, так и через API. Поэтому здесь для получателя никакой разницы нет. А отправитель может такие пакеты отправлять только через API. Кому может пригодиться функциональность закрытых пакетов? Закрытые пакеты облегчают работу тем организациям, которые оформляют закрытие поставок двумя и более документов, которые требуют подписи. То есть если у вас в пакете отправляются два и более документов, которые контрагент должен именно подписать, либо отказать в подписи, то тогда закрытые пакеты вам могут пригодиться. Если вся предыдущая функциональность, о которой мы говорили, присуща веб-версии стандартной, то закрытые пакеты включаются только по запросу клиента. То есть если вам нужен закрытый пакет, обращайтесь, мы вам включим такую функциональность. Еще раз повторю, что отправка закрытых пакетов доступна только через API. То есть если вы работаете через веб-интерфейс, отправлять закрытые пакеты вы не сможете. Включаем мы такую функциональность по запросу, не тарифицируется она, то есть если нужно, мы просто включаем и все. И еще раз повторю, что получатель сможет работать с закрытым пакетом, как в веб-интерфейсе, так и через API. Вот на слайде у меня сейчас информация о том, как выглядит закрытый пакет. Отличается он от обычного пакета тем, что справа, обратите внимание, появляется информация, пакет не может быть изменен. И здесь вы можете, если вы нажимаете кнопочку «Подписать», то вы здесь подписываете все документы в пакете. Если среди них есть формализованные, то есть те, у которых утверждены форматы, и здесь для подписания которых требуется указать какую-то топ-информацию, например, дату приемки, должность сотрудника, или какую-то топ-информацию о приемке, то здесь эта информация укажется для всех формализованных документов. Вопрос от Олега, в каких случаях используются закрытые пакеты. Ну, я уже сказала, если вы отправляете два и более документа за одну поставку, которые нужно подписать со стороны контрагента, и для того, чтобы ваш контрагент каждый документ не подписывал отдельно, вы можете отправить ему закрытый пакет. И переходим к последнему обновлению, самому, пожалуй, глобальному из всех, которые я перечислила сегодня, это маршруты согласования. Ага, вот я вижу снова вопрос про закрытые пакеты. Добрый день. Закрытый пакет документов тарифицируется как один исходящий, или же как три-четыре. Конечно же, каждый документ в пакете мы с вами тарифицируем отдельно, но здесь смотрите, какая особенность. Если получатель отклонил получение всего пакета, то ни один из документов мы не протарифицируем. То есть, напомню, как у нас система тарификации построена. Мы с вами отправляем документ. Он не тарифицируется до тех пор, пока вторая сторона этот документ не подпишет. То есть, для всех двусторонних документов тарификация включается только в тот момент, когда по документу завершился документооборот. То есть, контрагент его подписал, принял к учету, все, мы такой документ тарифицируем. Если по документу отказ в подписи получен, то мы, конечно же, из пакета из вашего не вычитаем такие документы. Поэтому в данном случае, если вы отправляете закрытый пакет с четырьмя документами, по которым требуется подпись, мы его не тарифицируем до тех пор, пока контрагент его не подписывает. Все, если все четыре документа приняты, мы тарифицируем их как четыре документа. Если произошло отклонение пакета, отклонить его можно только целиком, то мы не тарифицируем ни один из документов. Чем отличается от открытого пакета? Тем, что в открытом пакете контрагент может что-то подписать, что-то отклонить для подписания. И тогда нам придется отправлять какие-то документы либо в этом же пакете, либо отдельной отправкой, либо отправлять вообще новый пакет целиком, в зависимости от того, как у вас устроены бизнес-процессы. Каким образом предоставлять подписанные в диадоке документы в органы, например, в налоговую? Спасибо, большой ответ, отличный. Ага, пожалуйста, задавайте еще вопрос. Каким образом предоставлять подписанные документы в налоговую? Ну, давайте разберемся, что для документа оборота с контролирующими органами используются другие системы. Это не диадок. В случае, если вы работаете через оператора SKB-контур, это программа Контур-экстерн, например. Если вы работаете через Контур-экстерн, то у нас есть интеграция с диадоком. И если вам приходит требование в систему Контур-экстерн, то вы можете одним кликом перейти в диадок, поставить галочки рядом с теми документами, которые у вас истребуют, и массово отправить эти документы через Контур-экстерн в инспекцию. Если вы работаете не через Контур-экстерн, то есть через другого оператора, не через оператора СКБ-контур, система отчетности у вас это не контуровская, то вы заходите в диадок, ставите галочки рядом с теми документами, которые у вас истребуют. Нажимаете в меню массовых действий «Скачать документы», сохраняете их себе на рабочий стол или в любое другое место, на какой-то носитель, потом заходите в систему отчетности, загружаете туда эти документы вместе с электронными подписями и отправляете в ответ на требования. Отправлять электронные документы в электронном виде с электронными подписями в ответ на требования нам позволяет налоговый кодекс, в частности 93-я статья налогового кодекса, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью, не нужно документы хранить где-то в распечатанном виде, не нужно делать массовые бумажные копии, Пусть у вас документы все хранятся здесь, в дядоке, в облаке, вы их будете просто при необходимости скачивать и отправлять. Поехали дальше к маршрутам, потому что времени у нас осталось всего 15 минут, поэтому давайте быстренько, быстренько, быстренько расскажу вам про маршруты, что это за классная такая штука и как ей пользоваться. Маршрут – это автоматизированный запуск и передача документов по настроенным шагам. То есть вы загружаете документ, задаете ему какой-то маршрут, и он сам перемещается по маршруту и запрашивает согласование или обработку у каждого сотрудника, который в этот маршрут заложен. У сотрудников, к которым документ приходит на обработку, он появляется на страничке, требующей обработки. После того, как сотрудник его обработал, то есть согласовал, подписал, но выполнил какое-то действие, которое он должен был выполнить, документ переходит на обработку к следующему сотруднику, а у этого сотрудника он перемещается в обработанное. Как вообще работает вся эта схема? Вы настраиваете маршруты самостоятельно. Речь идет для маршрутов для исходящих, для всех. Есть входящие и исходящие. Вы можете настроить маршрут для любых документов, как для входящих, так и для исходящих. Единственный момент, маршруты пока не работают для внутренних документов. То есть это только для тех документов, которыми вы обмениваетесь вашими контрагентами. Вы настраиваете маршрут самостоятельно. Как настроить, покажу. Сегодня документ на маршрут можно поставить вручную, то есть вы загрузили документ и вставите его на маршрут. Либо вы можете настроить автозапуск по какому-то типу документа. Например, для счета фактуры у вас происходит цепочка согласования какая-то определенная, вы можете настроить автоматически при загрузке любого счета фактуры, чтобы он вставал на маршрут. Либо при загрузке какого-то документа для определенного контрагента тоже можно поставить автозапуск маршрута. Ну и на каждом шаге сотрудник может согласовывать, отказывать в согласовании, отказывать в подписании. И в конце, если это исходящий документ, то в конце маршрута документ должен быть подписан, отправлен контрагенту. Если же это входящий документ, то последним шагом должна быть постановка завершающей подписи, если документ двусторонний. Если ранее работали в СБИС, то все документы можно скачать сюда, в диадок. Вопрос, там подписи были КЭП, которых нет уже, проверка существует, валидность документов. Ну, нет, перенести документы, которыми вы обменивались через другого оператора в диадок, невозможно. В диадоке хранятся те документы, которыми вы обменивались только через диадок. Если у вас есть необходимость сохранить архив документов, которыми вы обменивались через другого оператора, то я рекомендую вам скачать эти документы у оператора и хранить их локально, где-то у себя. Но загрузить в диадок эти документы, к сожалению, нет, такой функциональности нет. Потому что диадок – это в первую очередь транспорт документов. Это не электронный архив, это вторичная уже его функциональность. Первое – это все-таки транспорт документов. Можно ли скачать данный вебинар? Сотрудник в отпуске спрашивает у нас. Настя, ответь, пожалуйста, про вебинары. Можно ли будет скачать и где можно будет посмотреть? Ориентировочно, когда маршруты будут работать для внутренних документов. Ну, не скажу вам даже ориентировочно. Но напишите, пожалуйста, мне сценарии работы с внутренними документами и маршрутами, то есть при которых вам это требуется. Мы с вами тоже пообщаемся на эту тему и я с разработкой тоже поговорю. Давайте я дорасскажу про маршруты и потом вернемся к вопросам, потому что время как-то быстро у нас летит с вами. В каких случаях могут пригодиться маршруты согласования? Если у вас много документов, уходит на согласование. Если в вашей организации документы согласуются больше трех дней, как входящие, так и исходящие. То есть если вы загрузили, если у вас документ уже готов, его нужно отправить, но для согласования вы тратите от трех и более дней. Если у вас один документ согласовывает более трех сотрудников. И если люди, которые занимаются согласованием документов, удалены друг от друга и находятся в разных офисах, в разных филиалах, в разных городах и часто отсутствуют на рабочем месте, то тогда маршруты вам подходят. Давайте буквально несколько слов об особенностях работы. Документы, которые не требуют ответной подписи, нельзя подписать. То есть если это входящий документ, который не требует ответной подписи, например, счета фактуры, вы не можете поставить его на маршрут, где есть итоговая подпись. Здесь вы можете только согласовывать такие документы, либо отказывать от согласования, либо перемещать по подразделениям. Документ можно поставить на маршрут ровно один раз. Если вы поставили документ на маршрут по ошибке, то снять с маршрута его нельзя. Вы можете либо удалить документ, отправить его еще раз и уже назначить ему тот маршрут, который нужен. После шага подписать, либо отказать в подписи, возможно выполнить только перемещение документа. То есть после того, как поставлена финальная подпись, мы уже не можем согласовывать документ. Это вполне тоже очевидная вещь. На маршрут можно поставить только один конкретный документ, то есть не пакет документов. И на маршрут можно поставить только исходящий или входящий документ. Как я уже сказала, по внутренним документам маршрутов пока не работают. Ну вот здесь тоже небольшой слайд о том, почему маршруты выгоднее, чем система электронного документа оборота, чем внутренний сет. Во-первых, число пользователей в маршруте не влияет на цену маршрута, поэтому вы можете добавлять неограниченное количество участников. В маршруте может участвовать сколько угодно пользователи, согласовыватели подписывать документ. Не нужно расширять серверную лицензию. Ну, то есть прочитайте на слайде аргументацию, у меня просто истекает время, поэтому хочется очень показать, как это все работает, поэтому давайте побежим дальше. Так, вопрос по 1С. Нужно, чтобы... Давайте опять же вопросы по 1С тоже уже после вебинара, либо в техподдержку. Давайте посмотрим на экран, как... Вот здесь пример маршрута согласования для входящего документа. Например, секретарь загружает... Секретарь мониторит у вас документы входящие, видит, что появился новый документ, назначает документу маршрут. В соответствии с маршрутом документ автоматически поступает в подразделение отдела закупок, где его может согласовать, либо отказать в согласовании абсолютно любой сотрудник, у которого есть доступ в это подразделение. Затем наш документ, если он согласованный, он поступает в финансовый отдел, где есть отдельное подразделение с несколькими сотрудниками, где любой сотрудник может либо согласовать, либо отказать в согласовании этого документа. В случае согласования документ переходит дальше на подписание генеральному директору, который ставит свою финальную подпись, После чего у вашего контрагента меняется статус о том, что документ, оборот, завершен, в этот момент тарифицируется пакет у отправителя и цепочка завершается, то есть маршрут заканчивается. В случае отказа согласования документ не переходит дальше по маршруту, а возвращается на предыдущий этап. Есть еще у меня на слайде два слайда с примерами маршрутов, то есть маршруты настраивать можно как угодно, вы можете выбирать получателем следующего звена, следующим звеном можете настраивать получателем либо конкретное лицо, либо конкретное подразделение, либо можно поставить перемещение документа в какое-то подразделение, это уже никак не будет зависеть от пользователей. То есть после обработки документ может автоматически перенеститься в какое-то подразделение. Как настраиваются маршруты согласования? Вот здесь у меня еще пример для исходящих документов, допустим, ну вот тоже потом презентацию получите, можете подробнее рассмотреть. Также информация, вот та, которую я вам рассказываю, есть у нас и на сайте про маршруты согласования, тоже можно зайти посмотреть на сайте. Давайте посмотрим, как выглядит редактор маршрутов. В редакторе вы создаете маршрут самостоятельно, выбираете, кто будет обрабатывать, то есть каждый шаг вы настраиваете вручную. Что можно выбрать на шаге? Можно выбрать, кто будет обрабатывать конкретный сотрудник, подразделение или будет происходить автоматическое действие. Если мы выбираем сотрудника, то нужно указать какого, если мы выбираем подразделение, нужно соответственно указать подразделение и можем указать те действия, которые необходимо сотруднику или подразделению совершить с этим документом. Мы можем либо согласовать, либо отказать согласование, подписать и завершить документ оборот, подписать без завершения документа оборота, отказать в запросе подписи или отказать контрагенту в подписи документа, если это входящий документ. Поэтому настраиваем доступные действия и выбираем следующий шаг, в случае согласования или несогласования и так далее. То есть каждый шажок мы с вами указываем сами. Если мы выбираем автоматическое действие вместо сотрудника и подразделения, то мы можем как шаг выбрать только перемещение документов подразделения. То есть автоматические документы могут только перемещаться, а согласовывать и подписывать и отказывать согласование подписания могут только конкретные сотрудники. Автоматически эти действия не могут выполняться. Вот так вот выглядит редактор маршрутов, возможно, здесь мелковато, но можно эту информацию посмотреть на сайте, потом, когда презентацию получите, тоже более детально рассмотрите. Вот так вот выглядит уже настроенный маршрут, мы видим, какие шаги в первом столбце, мы видим, какие шаги будет проходить документ, видим, что будет, если документ будет согласован, кем он должен быть согласован, и что будет, если документ не будет согласован. Стоимость маршрутов. Маршруты мы продаем, лицензию на маршруты по количеству маршрутов и по количеству времени, то есть на год, на три года, на пять лет, ну и все зависит от цепочки, то есть сколько маршрутов будет куплено. И еще раз обращу внимание, что количество согласователей в маршруте не влияет на стоимость. И последнее, о чем я сегодня хотела с вами поговорить, моя электронная почта, вот давайте сразу вижу вопрос про электронную почту, вот моя электронная почта на экране, еще, пожалуйста, коллеги, кто сегодня со мной, напишите, пожалуйста, электронную почту в чат, потому что писали в самом начале и вот уже потеряли. Пишите, пожалуйста, в почту и давайте про акцию буквально несколько слов я скажу, и мы заканчиваем наш вебинар, потому что у нас осталось всего несколько минут. Всем слушателям нашего вебинара сегодня мы предлагаем один маршрут согласования на месяц бесплатного теста. Для того, чтобы получить маршрут, пишите на diadogsobaka.ru, пишите в теме, пожалуйста, «хочу маршрут», и мы для вас это организуем. Но тут надо обратить внимание, что акция действует, распространяется только на тех сотрудников, у которых есть купленный пакет документов. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы вам дадим доступ, будете смотреть, будете настраивать у себя маршруты, посмотрите, как ими пользоваться. И давайте, вот буквально несколько минут у нас осталось, я сейчас почитаю вопросы. На экране сейчас будет появиться, вот моя почта, где находится редактор маршрутов. Редактор маршрутов – это отдельная ссылка сейчас, позднее она появится непосредственно в diadogsobaka, но она будет включаться только для тех пользователей, у которых эта функциональность куплена. Есть ли возможность передавать документы на подпись, если требуется несколько подписантов, например, комиссия? Ну, здесь такая особенность. Вы можете, во-первых, подписать документ в стандартной веб-версии может только один человек. Если это исходящий документ, то после подписания документ отправляется, если это входящий документ, то после подписания документ-оборот завершается. Есть такая функциональность diadogsobaka, как согласующая подпись. Мы можем несколько подписей под документом ставить с одной стороны, но здесь надо четко понимать, почему хочется видеть именно несколько кэпов с одной стороны, поскольку согласование документа – это и есть подписание документа, просто простой электронной подписью, а не квалифицированной. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, есть ли возможность передавать документы на подпись, если требуется несколько подписантов, давайте все-таки выясним вашу потребность, зачем вам необходимо подписывать несколькими сотрудниками именно квалифицированными электронными подписями, почему вас не устраивает именно согласование. Давайте тоже через мою почту с вами пообщаемся, пишите, подробнее ваше сценарие мы с вами обсудим. Согласование реализовано только в веб-интерфейсе или оно интегрировано в учетные системы? В веб-интерфейсе маршруты согласования доступны пока в веб-интерфейсе. Так, комментарии. Вы все больше приближаетесь к решению по управлению бизнесом. Планируете ли выпускать программный продукт, конкурирующий с 1С, сейчас в связи с конкурентами большей фирмы, по управлению продажами? Ну, это тоже такой интересный вопрос. Правильно вы заметили, что если раньше Диадок выполнял только функцию транспорта документов, он только передавал документы, то сейчас в Диадоке можно и согласовывать, и обрабатывать. Очень много появилось функций, которые выходят уже за рамки только транспорта. Поэтому, да, действительно, мы приближаемся, движемся в таком направлении. Но нет, конечно же, программный продукт, конкурирующий с 1С, выпускать мы не планируем. Но развивать Диадок в рамках работы с документами за рамками транспорта мы, конечно, планируем. Так, ну вот еще раз нам пишут, что запись вебинара будет, видимо, спрашивают про запись. Да, пожалуйста, за ответ. У нас время с вами вышло. Большое спасибо вам за вопросы. Я надеюсь, что вебинар был для вас полезным, что вы узнали о новой функциональности и будете ей пользоваться. Если у вас остались какие-то незакрытые вопросы или вот то, что мы с вами как раз обсуждали, обязательно напишите мне в почту, не теряйтесь. Отвечу всем, найду коллег, которые помогут вам решить проблемы, если возникли какие-то технические вопросы. Ну и, конечно же, следите за нашими следующими вебинарами. Будем публиковать их и в записи, и каждую неделю мы будем стараться показывать вам что-то новенькое и рассказывать что-то интересное. Всем спасибо за участие, коллеги, и всего доброго. Продолжение следует...